Я правда старался, но CryEngine 5 крайшится. Если у кого-то получится, черканите как сделали в комментариях. Здравствуй юный геймдевер. Сегодня мы начнем писать наш игровой движок, подключим к нашей первой программе, браузер Chromium. А значит можно будет написать лаванчер с применением html5, xs3 и javascript. Помимо лаунчера можно писать все что угодно, автономные чаты, игры, сайты и так далее. Я считаю безопасность будет нулевая, но в нашем мире денег, а бы хомячки велись. Надеюсь с заданием из предыдущего урока вы справились и вывели файлы прапс сверху, а таргет снизу. Да, отлично. Вот вам мой вариант, где я еще вывел тег контент. Можно создать папку CryContent в месте нахождения cspro и все эти файлы после компиляции скопируются в папку сохранения нашей библиотеки. Также изменил логику подключения библиотеки, которые не требуют указания пути в теге reference. Нужно создавать текстовые файлы с названием библиотеки с приставкой Cry. Например, CrySystem, Windows, Forms.dll. В этом уроке мы будем файл cspro и делать без применения этих удобств, а вручную. Для начала, создадим рабочую папку нашей программы, например, брауза. Далее создадим папку bin, где будут находиться библиотеки и наша программа. Конечный результат. Также создадим папку build, куда будет помещаться программа после компиляции, и папку proy, где разместим проект csproy, подключаемые библиотеки к коду и сами файлы c-sharp. Далее из предыдущего проекта копируем файлы build.cmd, game csproy и program cs. Если у вас нет предыдущего проекта по прошлым урокам, то создайте текстовые файлы с такими именами. Названия не принципиальные, главное такое же расширение файлов. Теперь откроем наш файл csproy и в целом откроем рабочую область проекта. Начнем настраивать компилятор, открываем build.cmd и редактируем. Если вы файлы пишете с нуля, то во время урока я сообщу, что это конечный результат файла, тогда можно будет ставить видео на паузу и копировать. Главное указать свои пути. Так, лишнее я удаляю. Оставлю переменную plugin, ms-build, params-cry и код для пересохранения csproy, чтобы изменять время создания csproy. Также оставлю код запуска компилятора и код паузы. Команды переменной params буду переносить в csproy. Если у вас не установлен Microsoft Build Tools 2015, то установите ссылку в описании к уроку. Также можете попробовать версии выше и .NET Core. Output Type указываю тип создаваемой программы. Меня интересует запускаемый тип X или WinEx. Если указать X, то начиная с Netcore 5 оно будет автоматически менять на WinEx, то есть можете сразу писать WinEx. Для вас 10 минут, для меня часов. Не мешало бы подписаться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Preferred 32-bit для CfSharp библиотеки указываем False. Если выбираем файлы этой библиотеки для системы процессора X64, для X86 возможно нужно установить значение True. Это конечный результат файла build.cmd. Строку 14 можно не писать, запускать программу будем вручную после ручного переноса файлов из папки build в папку bin. Еще нам нужна иконка. Я выбрал размер 128 на 128 пикселей и AppConfig скопирую. Иконку закину в папку bin, а AppConfig в папку нахождение csproy. Далее нам остается скачать библиотеку CfSharp и указать правильные пути. Заходим на сайт newget.org и вбиваем в поиск CfSharp. Выбираем CfSharp Common, это главные файлы библиотеки. CfSharp WinForm, это дополнительная библиотека для вывода браузера с использованием библиотеки System Windows Form. И конечно же CfRedis, браузер Chromium переделанный от автора библиотеки CfSharp. При скачивании убеждаемся, что качаем все библиотеки одной версии. Автор библиотеки привязывается к версиям браузера Chromium. После скачивания открываем эти файлы, как архивы. Если в архиве есть папки разделения библиотеки под систему процессора, то выбираем нужную. Я выбираю X64. Что такое разрядность систем вы можете посмотреть видео, подсказка в углу экрана. Из архива CfSharp Command закидываем все DLL в папку BIN для работы нашего приложения. ADLL из lib.net452 закидываем еще, например по пути Proy, plugin для компиляции проекта. Из архива CfRedis закидываем все файлы и папки из Cf в папку BIN для работы нашего приложения. Из архива CfSharp WinForm закидываем все DLL из lib.net452 в папку BIN для работы нашего приложения и по пути Proy, plugin для компиляции проекта. В CS Proy указываем пути до библиотек, которые закинули в папку Proy plugin. Далее в Program CS пишем следующий код. Каждую строку я прокомментировал, поэтому расскажу про класс Boost Engine, вы можете написать любое имя. А функция Main обязательно так, как это главная функция, которую ищет компилятор для запуска нашей программы. Это конечный результат файла Program CS. Скомпилируем нашу программу для теста запустив Build CMD. Наблюдаем, что наша иконка не встала, значит неправильный путь по отношению к файлу CS Proy. Ну конечно же, папка BIN не в папке Proy, и тег вообще не указали. Можно установить две точки и слэш, чтобы выйти из папки Proy на ступень выше, но лучше давайте укажем полный путь. Это конечный результат файла Game CS Proy. Скомпилируем снова нашу программу. Скопируем или вырежем файлы из папки Build и поместим их в папку BIN. Наконец-то запустим нашу программу. Отлично. Теперь создадим свою html страницу index.html. Продолжение следует. Это конечный результат файла index.html. Это конечный результат файла index.html. На этом урок окончен. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях мнение об уроке, а также свои пожелания. До следующего урока.